Всем огромный привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы сегодня заглянули ко мне на канал. Мой канал о парфюмерии и меня зовут Лена. Сегодня, как я и обещала в одном из видео, у меня будет в сравнении два аромата. Один аромат, который стоит гавуля глубоко за 20, другой аромат чуть больше 400 рублей. И они, забегая вперед, могу сказать вам, очень похожи. Если вам интересно послушать, о чем я, оставайтесь со мной. Ну что, мои дорогие, я как-то делала заказ в интернет-магазине Рандеву. И к заказику я себе закинула пробничек нашумевшего уже аромата. Флорайку. Переводится, по-моему, зонтик он на двоих. И на Азоне я заказала аналог, так скажем, этого аромата. Номерная вот такая вот парфюмерия. Шейк номер 489. Это, так сказать, вдохновение на этот аромат от Флорайку. Что могу сказать? Всегда, ребят, в своих видео, я еще раз повторюсь, потому что, ну, вот эти комментарии, вот там вы говорите, вот вы ароматы называете шикарными, вот какими-то там еще. Ребят, я высказываю свое личное субъективное мнение. Никогда никого не призываю покупать вслепую. Всегда возьмите пробничек от Левант. Если есть в магазинах, тестируйте ароматы. Я высказываю свое отношение к аромату. Шикарный он для меня. Плохой, хороший, суперский, обалденный. Кривой, косой – это мое субъективное мнение. Я не эксперт. Я любитель парфюмерии. И у меня неэкспертный канал. Говорю, я не претендую на это звание. Кто вообще эксперт в парфюмерии? Покажите мне, расскажите мне. Парфюмерии – это такое, я не знаю, это полет фантазии. Это ваши ощущения. Это ваше состояние в этом аромате. Если я ощущаю себя в этом аромате шикарно, он для меня шикарный. Если меня угнетает парфюм, для меня он плохой. Он не означает, что он для вас будет плохой или шикарный. Я говорю, это все субъективно. Вот предотвращая такие комментарии, ребят, я объясняю. Мой канал несет развлекательный характер. И я хочу донести свою любовь к своим ароматам, какие бы ни были. Я рассказываю свое личное субъективное мнение. Вот такое вот у меня вступление. Ну, потому что из раза в раз, из раза в раз мне постоянно кто-то пишет, почему ты назвала его шикарным. Шикарный – это вот такое вот тут недавно, такая полемика в комментариях. Я уже, знаете, там не участвую, там уже люди друг с другом. Это какой-то, ну, капец. Как бы я ни назвала, что бы я ни сделала, все равно я для всех хорошей не буду. Я не 100 рублей одной бумажкой, чтобы нравиться всем, дорогие мои. Не нравится, как я что-то пишу, как я что-то говорю. Спасибо, если вы меня поправляете. Спасибо, что вы мне что-то подсказываете. Если я там кому-то ужасно, безобразно, противно. Выключили, пошли дальше. Я никого не насилую, на своем канале никого не держу. Я очень рада, когда нахожу единомышленников, и в этом кайф и класс. Я делюсь своим мнением, своим впечатлением, своей любовью. И хочу, чтобы со мной обратную связь держали люди такие же, как я, увлеченные. А может быть, просто зашли поразвлекаться, посмотреть. Ну, вот это вот такое вот там, я не знаю, это просто там было вот такие вот писаки. Мам, дорогая. Так вот, дорогие мои, вернемся к ароматам. Заказала этот пробничек в магазине интернет-рандеву. Слава Богу, что есть такие отливантики и пробнички. Ну, потому что аромат, я вам скажу, далеко не бюджетный. Я его просто докинула к заказу. То есть, с промокодиком и аромат мне вышел недорого, который я заказывала. Это я заказывала Мэри Мэй от Ланван. Мэри Мэй, Мэри Мэй, Мэри Мэй. Да. Могу спутаться. Что-то там не хватает до 5000 в мой регион. Доставка от 5000 бесплатно. Я докинула пробничек, плюс промокодик. Шикарная цена. Здорово, прекрасно. Если денежек нет, можно вообще рассчитаться в рассрочку. Супер-супер дело. Ну, и этот ароматик я заказала. Причем, что самое интересное, он мне пришел в тестерной упаковочке. Но упаковка была завернута еще в черную какую-то такую красивую бумажку с сердечками. А там, знаете, под донышко даже. Мне первый раз, если честно, прислали вот так вот упакованный. Прям, ну, просто супер-пупер. Обычно, если я на Валберс заказываю, мне привозят просто в пупырки. Иной раз даже не запечатан. А тут просто все на высоте. Ну, классно, здорово. Если что, ссылочку я оставлю. Покупала в разгар черных пятниц вообще за 400 рублей с копейками. Ну, что, мои дорогие. Что могу сказать. То есть, я по горячим следам разнашивала, ходила в ароматах. Оригинал. Ребят, ну, эффекта ВАУ. Что у меня не случилось. Но и фу, я сказать не могу. Я, конечно, тоже жертва наслушалась блогеров. Насмотрелась, что это там пирог с выпечкой, то да сё. Для меня, ребят, как такового какого-то пирога, во всяком случае, с места нанесения, да. То есть, как бы, еще не было момента, чтобы мне кто-то там сказал о шлейфе. Да, сказали, что пахнет чем-то, но никто мне не сказал, что это пахнет пирогом, как говорится, со смородиной выварением. То есть, у меня здесь один аромат, здесь другой аромат. На мне они продержались оба, причем не более трех часов. То есть, вот отголоски я слышу. Что могу сказать? Да, можно, конечно, поругать шейк, да, что они копируют, делают аналоги. Ребят, кто не копирует, кто не делает аналоги. Все друг друга что-то где-то копируют. Но, извините, ну, нету там, сколько он стоит, господи, не буду уж там врать 26-27, там, в оффлайн это вообще какие-то бешеные деньги. Ну, и если нет финансов, да, кто, как сказать, не гнушается на мирной парфюмерии, а я тоже такой любитель, посравнивать, мне просто интересно, как же, что же, кого же. Я вам скажу, ребят, шейк меня поразил, причем очень даже приятно. По звучанию, по звучанию, ребят, для меня это чай со смородиновым листом. Но оригинал, я вам скажу, он звучит более мягче и более округло, скорее всего, из-за нотки риса, которая находится, ну, во всяком случае, по пирамиде она прописана. Видимо, этот рис, он смягчает это звучание. Какой-то он мне больше показался, вы знаете, не выпечка, пирог, а какое-то тесто влажное, может быть, пропитано вот этим смородиновой какой-то пропиткой. Нет никаким ни ликером, нет никаким ни вареньем. Гава, ну-ка, я тебе сказала, нельзя сегодня гавкать. Боюсь сейчас со своим бубликом. Никакой, я говорю, ребят, фантазия может разыгрываться у всех, как говорится, кто ощущает пирог классно. Я на коже не ощутила никаких пирогов, никаких вот этих вот там джемовых пропиток или вареньевых, кто там как чего говорит. Для меня просто это влажное какое-то тесто со смородиновым листом, с терпкостью чая. Скажу я вам, в шейке более напористое и более громкое звучание. Но они молодцы, если честно. Они убрали сейчас вот эту... Знаете, в шейке все-таки есть какая-то такая была узнаваемая какая-то база, что я могла, например, ну как бы даже вот понять, что это шейк. Сейчас этой базы нет. То есть вообще просто звучание, я вам скажу, вот в шлейфе их можно просто перепутать. Но в шейк добавили, видимо, какую-то дымно-сладкую ноту. Скорее всего, может быть, бобы тонка, потому что здесь чуть-чуть аромат заслащивается. Вот слегка-слегка. Нет притерной зоны. Просто где-то вот в глубине, в отголоске вот это какая-то дымность. Здесь и здесь я чувствую древесные аккорды. Но здесь немножко какая-то дымная древесина, как будто немножко уда. Но он не перебивает вот эту смородиновую ноточку. Здесь чай немножко по горчинке побольше в этом чае. Здесь в оригинале, я вам скажу, он более округлый. Этот чай такой мягкий, сглаженный. В помещении, где я наносила, оба аромата стоял приятный. Приятный такой аромат, запах. Можно сказать, что даже это запах пирога. Но для меня он какой-то влажный, этот пирог. С влажной пропиткой. И что больше меня удивило, если честно, в оригинале, в остатке, в базе, больше древесных нот и смородины, причем смородинового листа, который многим может послышаться кошачьими лотками. У меня таких ассоциаций, слава богу, со смородиновым листом нет. Я не могу назвать его, как многие тут пишут, там, фу-фу-фу, кошачьи лотки. У меня такого нет. Здесь более реалистичные вот эти смородиновые листы, растертые в пальцах. С вот этой немножко округло-терпковатой чайной ноткой. И все это на древесной подложке. Здесь, я вам скажу, больше напористости, больше громкости, как мне показалось, большей стойкости. Причем он, шейк, оставляет масляный след. Я говорю, он увереннее сидит, но у них базы совсем расходятся. Если начальные, причем здесь в начале очень сильно слышна смородина, как будто вот средние нотки. В оригинале сначала такое, вы знаете, какое-то тесто-терпко, действительно может быть рисовое какое-то звучание. То есть здесь есть начало, середина и база, а здесь как будто бы все сразу же в средних нотах. То есть сразу же раскрывается с первого нанесения этот смородиновый лист, с чаем, и появляется легкая дымность и сладковатость. Что могу сказать, ребят? Ну, флакон шейк пускай будет. Флакон оригинала мне не захотелось, и слава богу. Я не скажу. Да, ребят, что-то новое, что-то интересное, но это новое и интересное, почему-то меня вот с первого старта вообще унесло к платьишкам от Guerlain, причем платьишко версии Intense. Они не похожи. Не похожи, я вам скажу, платье от Guerlain версии Intense мне нравится больше. Просто в одном ключе. Может быть, вот это какая-то чайная терпкость. Что-то какие-то вот эти темные ягоды в платье Intense, по-моему, у нас же там ежевика, здесь смородин. Ну, что-то как-то мне в шлейфе переплелось. Потому что, я говорю, первое распыление флорайку меня унесло в сторону платьишек от Guerlain. Потом, конечно, это все разное, раскрытие разное, но вот какое-то вот начальное, прям мне такое, ммм, что-то напоминает. Нет, действительно, аромат новый. Аромат, во всяком случае, у меня в коллекции чего-то похожего нет. Я с удовольствием ношу вот этого, сношу вот этого малыша. Я вам скажу, что аромат унисекс. На мужчине и на женщине я его слышу. Но, как по мне, как по моему мнению, денежек таких он не стоит. Опять же, сколько люди готовы платить, столько и будут платить, покупать, кому нравится. Мне вот этого отливанта за глаза. Здорово, что в интернет-магазинах можно приобрести отливантик, пробничек, разносить, понять, ну, потому что у нас в городе не представлены такие нишевые парфюмы. Вот, а познакомиться охота, тем более весь Ютуб какое-то время гремел с этим флорай, куда еще продолжают до сей поры. Ну, хочется, хочется все попробовать. Мы же такие, нам все интересно. Ну, и сравнение, в принципе, я вам скажу, похоже 95-98%. Вот в шлейфе можно, если честно, спутать. Просто шейка немного, как бы, можно сказать, даже грубее, что ли, композиция. Здесь все мягко, сглажено, приглажено, скорее всего, из-за ноточки риса. То есть она дает вот какую-то такую интересную округлую форму аромат. Так что, дорогие мои, это мое мнение. Не экспертное, как говорится, субъективное. Скажите мне, если вы сравнивали, каково ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Композиции хорошие, здоровские. Поносить, познакомиться, что-то новенькое, очень интересно узнать. Ну, слава богу, флакона мне не захотелось. Так что, дорогие мои, я вам, как всегда, желаю самых вкусных и любимых вами парфюмочек. Проходите в интернет-магазин «Рандеву». Оставляю свой промокодик. Скидка 10% при покупке от 2,5 тысяч рублей. Если вам мой обзор понравился, что-то вас заинтересовало, можете также приобрести пробничек этого аромата. Я уж не знаю, шейк есть ли, не смотрела, не заглядывала, но ссылочки на ароматы, промокодик, все оставлю в инфобоксе, всю информацию, проходите под видео. Все, как всегда, там все на месте. Если что-то я забыла, а у меня, как всегда, мыслей много в голове, могу что-то запамятовать, что-то не сказать, я обязательно все подпишу. Проходите, смотрите. Ну, а на этом у меня сегодня все. До скорых встреч. Увидимся с вами скоро снова. Пока-пока.